Абсолютным победителем окружного этапа конкурса профессионального мастерства Учитель года Самарской области 2021 года стала Орлова Анастасия Владимировна, учитель химии МТС. Теперь она не просто учитель. Анастасия Орлова бережно держит заветный диплом в руках и поначалу едва верит в то, что с сегодняшнего дня она учитель года. Особенно переживали за педагога по химии, Самарского медико-технического лицея, воспитанники учебного заведения и всячески помогали своему учителю вырваться в лидеры. Поддерживали, участвовали в конкурсах и даже старались лучше заниматься. Не без гордости, говорит Анастасия. Мы своих детей призываем на участие в различных конкурсах, олимпиадах, демонстрировать свой талант. А здесь сам учитель тоже выходит на сцену и показывает, что он может. Принять участие в эстафете на звании Учитель года изъявили желание 150 педагогов столицы региона. 32 из них удостоились самых высоких наград от главы города Елены Лапушкиной и Департамента образования Самары. Важно то, что вы отдаете часть своей души, часть своего таланта, своей энергии, безусловно, своего времени, вашим воспитанникам. Вот для меня еще очень важно, что вы сами продолжаете учиться. Учиться новым технологиям, подхватывать идеи у своих коллег и воплощать это в жизнь. Это действительно, действительно очень важно. Среди победителей конкурса воспитатель детского сада 188 Анна Вечер, учитель изобразительного искусства школы 73 Валерия Фирсова, преподаватель начальных классов 94-й школы Екатерина Чернова. Награду в отдельной номинации наставника наставляемой вручили директору третьей гимназии Самары Светлане Ильиной. В конкурсе она приняла участие вместе со своим коллегой, учителем физики Рафаэлем Файрушиным. Для меня это совершенно была новая роль, для меня это совершенно был новый конкурс. И эмоции самые положительные, самые замечательные. Вы знаете, такое чувство удовлетворения, когда ты понимаешь, что ты приносишь пользу не только детям, но еще и тем учителям, которые тоже становятся на педагогический путь. Награду педагогам вручали в торжественной обстановке со сцены актового зала МТЛ. В связи с эпидситуацией сделать финал конкурса более масштабным и пригласить всех желающих не удалось, но онлайн-трансляцию смогли увидеть все. Для руководителей образовательных учреждений, абсолютно всех, мы осуществляем трансляцию мероприятия посредством сети интернет, чтобы все могли увидеть и порадоваться за своих коллег. Лауреатам, номинантам и победителям конкурса еще предстоит показать свое мастерство на областных и федеральных конкурсах. Лучших вновь будет выбирать взыскательные жюри, в состав которого по традиции войдут сотрудники образования и самые важные судьи – дети. Ольга Павлов, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Ольга Павлов, Константин Головин, Николай Епифанов.